Продолжается программа 1 на 1. Павел Себизоров, гость нашей студии, депутат законодательного собрания Красноярского края, член комитета по делам Севера и коренным малочисленным народам. И продолжается само согласование по вопросу, а доводилось ли вам бывать на севере Красноярского края, имеется в виду. Если доводилось, отправляйте в остров пробел 1 на номер 90-20, если нет, остров пробел 2. Павел Викторович, как я обещал, теперь о проблемах. Проблем, понятно, на севере много, но одна из таких всегда насущных – это топливо, его стоимость и вообще доступность. Недавно, я знаю, в законодательном собрании перед вами выступал руководитель Красноярского нефтепродукта. У вас были вопросы по части северных территорий, когда КМП доберется до Таймыра. Что вы имели в виду? Дело в том, что у нас в центре севера, это можно так сказать уже географически Норильск Дудинка, есть крупные предприятия Норильские Ники, которые, соответственно, для своих нужд привозят топливо, и оно не занимается непосредственно продажей этого топлива в розницу. Только для себя? Да. Поэтому у нас в связи с тем, что этот бизнес не до такой степени развит, у нас есть другое предприятие, которое занимается тоже продажей этого топлива, но, к великому сожалению, оно у нас одно. Монополист, по сути. Да, в принципе, оно монополист, к нему такую можно аббревиатуру применить. И в связи с тем, что у него нет никаких рыночных рычагов, оно находится, конечно, в убытке. Но оно не хочет находиться в таких вот условиях, соответственно, конечно, как захотят, так они и поднимают стоимость. Но Министерство по промышленности, конечно, пытается регулировать в рамках своих полномочий, у них в полномочиях заложено регулирование торговых надбавок на топливо. Но все равно это у них не получается, потому что тот же самый закуп топлива, он, допустим, проходит раз в год, понятно, что летом они завозят его и всю зиму сохраняют. Вот, допустим, у меня информация, что 34-37 тысяч за тонну было завезено, а сейчас стоимость одного литра бензина получается где-то 34-33. И это сдерживание цен пока ведется Министерством по промышленности еще с летних цен. Понятно, что долго они сдерживать не могут, потому что они уже идут в убыток. Поэтому, знаете, называть это предприятие коммерческое социально направленным нельзя. Поэтому вот у нас есть предприятие, которое, можно сказать, так сказать, наше краевое предприятие Красновесный нефтепродукт. У меня вот было к ним предложение. Было бы очень хорошо, чтобы именно социально направленные предприятия, как они себя позиционируют, завести на севера и пытаться регулировать стоимость топлива хотя бы вот таким образом. Потому что в любом случае мы больше всего бьемся за то, чтобы была доступная стоимость именно топлива. Понятно, что там зарплаты не такие уж большие, но стоимость топлива сильно разнится, допустим, с Красноярском. Вот хотя бы вот этот, чтобы паритет сохранить, было бы очень неплохо завести вот это предприятие к нам на север. Идем к следующей проблеме. Это вопрос из зрителя. Давайте послушаем. Роман, житель поселка Бор Туруханского района, интересуется, как депутаты законодательного собрания оценивают тлеющий в Туруханский конфликт. На чьей они стороне, как оценивают действия главы района и насколько серьезны намерения наших энергетиков остановить подачу тепла. Вопрос очень хороший. В принципе, мы его очень серьезно обсуждаем. Дело в том, что проблема эта взялась из-за муниципального предприятия. Причем оно же у нас получается энергетическое. И когда у нас муниципальное предприятие пытается администрации Туруханска диктовать какие-то условия, вот это вот ни в какие рамки не вкладывается. Поэтому я считаю, что это какой-то конфликт именно управленческий. Я думаю, что они его решат именно управленческим способом. Поэтому, в принципе, понятно, почему глава администрации, глава района так реагирует на это. Не может быть такого, чтобы подчиненное предприятие, которое финансируется из бюджета района, неуправляемое было. Поэтому я думаю, эта ситуация решится в ближайшее время. Политического вопроса там мало как такого есть, но, к великому сожалению, мы видим, что муниципальные вот эти вот предприятия, они используют политические рычаги для такого решения. Это в корне неправильно. И вот как депутат, я говорю, что мы будем от этого отходить и будем это искоренять. Позиция понятна. Еще один вопрос, который меня всегда интересует в отношении северян. Спрашиваю у знающих людей, но вы, как человек, поживший на севере, тоже знающий. Как вы полагаете, насколько аккуратно себя ведут новые, так скажем, предприятия, которые появляются на северах, которые, по сути, там зарабатывают, да? Что достается от этого местным жителям? Вы понимаете про инвестиционные предприятия? Там у нас не так уж и много. Если вы имеете вот этот транснефть, который сейчас начал у нас работать. Да, его можно назвать не так уж и новым, но они сейчас начали работать. В принципе, мы взаимодействие отношения с такими крупными предприятиями давно уже построили. Допустим, то же самое, допустим, брать норильский никель, который у нас именно социально направленный предприятие, который действительно максимально все выполняет по своим договоренностям. Сколько они говорят, столько они и делают. И по другим предприятиям, конечно, посмотреть, они пока еще не блещут, так сказать, вот этими оценками в качестве социальной помощи. Как они, будем так говорить, в природе там наследили? Ну, есть такое. С этим тоже мы не согласны. С этим мы смотрим. Но здесь понятно, что у нас улучшается и само производство улучшается в какой-то части экологически. Где-то мы поправляем их. Такого серьезного, которого на урон наносят экологии, в принципе не сказать, что он есть явно и везде. Они сами хотят, чтобы этого не было в будущем. Поэтому они тоже поступательно к этому двигаются. Сказать, что они ведут себя там как варвары, так нельзя сказать. Потому что в любом случае не понимая, что производство, которое они там создали, оно в любом случае с большим будущим. И поэтому им сразу как бы строить такое, знаете, пришли, наследили, ушли. Такой позиции у них нет. Ну вот про одного инвестора хотел бы отдельно спросить. Это компания «Русская Платина». Недавно она в ЗАГС-собрании представляла свои планы по развитию Севера. Почему про нее я хочу спросить? Потому что она собирается работать на территории Норильского никеля. Заниматься примерно тем же самым, что и Норильский никель. Вот как отнеслись вы им? Верите в их чаяния? Ну, знаете, новым каким-то началом надо наоборот давать какой-то старт. Я считаю, что, конечно, им необходимо давать все то, что они попросят. Все возможные, чтобы они, допустим, стали на ту же нише, что Норильский никель. Но просто надо понимать, что, допустим, у меня сомнения никакие, я высказываю им, что, допустим, если Норильский никель всегда занимался помощью в городе, социальными проектами, строительством детских садов, строительством спортивных комплексов, строительством дорог, поддержанием нового жилья, то это понятно, что это база годами, которая была наращена. Десятиллерийно. Да, и у них есть большой опыт в других регионах тоже такой же. То к русской платине такого не сказать, что у них прямо есть опыт в этом. Так же и в производстве. Если у Норильского никеля, допустим, он заходит на… То есть русская платина заходит на площадку там же, где работает Норильский никель тоже, у них есть тоже большой многолетний опыт работы именно в производстве. То у русской платины такого опыта, ну, к великому сожалению, нет. И то, что они набрали себе бывших работников Норильского никеля, которые имеют опыт, всей производственной массы, которая владеет Норильский никель, у них нет. И ее нарастить это нужно достаточно большое время и достаточно много средств. Поэтому вот сомнения у меня есть, что они за короткий срок, конечно, выполнят свои обещания. Но в том, что мы все заинтересованы в новом таком проекте, безусловно… То есть будем ждать, смотреть? Да, мы только за, пусть работают. Ну, хорошо, нам осталось лишь подвести итоги СМС-голосования. Итоги СМС-голосования. За время эфира программы принято 208 сообщений. Мы задавали вопрос, доводилось ли вам бывать на Таймыре или в Ивенке? 94 наших зрителя признались, что им доводилось там побывать. Но это меньшинство, поскольку остальные 114 сообщений содержат ответ «нет». Павел Викторович, ну большинство наших зрителей на Северах-то и не было, оказывается. Удивляет вас такое? Нет, я боюсь, что вы просто отпугнули их тем, что не голосовать северянам. Ну да. Тут проверить, кто отправился, какого телефона невозможно, и относится ли он к Северу или нет. Но тем не менее, тем отпугнули северян, и я думаю, они просто посмотрели их, посмотреть хотели, а кто из центра Красноярского края побывал там. Ну вот, результаты получены. Спасибо большое, Павел Викторович, за ответ на вопросы. Это была программа «Один на один». Увидимся ровно через неделю.